Одесская мэрия планирует выделить еще 5,5 миллионов гривен на ремонт уже отремонтированного моста Коцебу. Соответствующую информацию разместил сайт электронных государственных закупок Прозора. Мэрия вот уже третий год подряд ремонтирует мост Коцебу. С долгоиграющими ремонтами у нас никого не удивишь в принципе, вспомнить хотя бы ремонт улицы Преображенской или Пересовского моста. Но вот по странному стечению обстоятельств во всех случаях речь идет о работах, выполняемых близко Геннадию Труханову компанией Росдорстрой. То разметку надо дорисовать, ту плитку перестелить, то парка места устроить. Как вы понимаете, все это можно делать до бесконечности, тратя при этом бюджетные, то есть наши с вами деньги. И вот выяснилось, что после торжественного открытия, после ремонта моста Коцебу, там еще не все ремонтные работы были проведены. Как отмечает издание Депо, деньги в размере 5,5 миллионов гривен выделяет заказчик работ. Управление капитального строительства, причем выделяет под удивительным предлогом, цитируем, дополнительные деньги на дофинансирование проекта в связи с необходимостью проведения дополнительных строительных работ, которые стали необходимыми из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Банальное воровство. Просто банальное воровство. Бюджетных денег не прикрытое, не стесняется никто после того, как мост уже помпезно сдан в эксплуатацию. Когда подписаны все акты выполненных работ, когда прошли все бюджетные деньги и фактически закончился прошлый бюджетный год, появляется еще каких-то 5 миллионов на работы, 5,5 миллионов на работы, проявившиеся в процессе реабилитации. На этаже банда. Все прекрасно понимают, что Росдорстрой, которая руководила якобы реабилитацией этого моста, это компания близкая к Геннадию Труханову. И поэтому такая процедура воровства денег после того, как уже работы закончены, она практикуется. И, как видите, никто не задает лишних вопросов. Непредвиденные обстоятельства, чтобы вы знали, это, например, разбивание и ликвидация бордюрных камней, демонтаж труб различных диаметров, подготовка бетонной подложки, устройство щебневой основы и тому подобное. То есть, в принципе, ничего выдающегося. Но что почему-то проходит в строфе непредвиденные обстоятельства. Непредвиденные, простите, это что? Неизвестные трубы разного диаметра? То есть, никто не знал, что где-то здесь проходят трубы и что у них может быть разный диаметр? Или при устройстве дорожек открытием стало то, что у них должна быть щебневая основа? Или непредвиденными было устройство бордюров? На что вообще за клинических идиотов считают? Естественно, есть какие-то работы, возникающие в процессе, которые были не учтены. Но не могут эти работы, первое, стоить 10% от и так немалой выделенной суммы, с учетом того, что ни курс доллара, ни стоимость материалов не увеличилась. Не могут эти работы возникать и говорить о них после того, как процесс полностью считается законченным, акты выполненных работ подписаны и заявлено о том, что эти работы все закрыты. Не могут они возникать в следующем бюджетном году, так как все деньги были заплачены в предыдущем. И уж точно не могут быть работы неучтенными, которые здесь прописываются по устройству бетонной подушки, подсыпки, разбития каких-то камней и тротуаров. Из последнего ремонтно выдающегося арка на Лонжероне, которая и нескольких лет не простояла после так называемого капитального ремонта, выполненного еще в каденцию Костусева, и продолженного уже нынешним городским головой в рамках работ по благоустройству Лонжерона и Трасса здоровья. И что мы имеем, так сказать, на выходе? Отваливающиеся от арки куски, облупленную краску, потеки и весьма облезлый вид. Она была действительно в конце 2016 или 2017 года, была обновлена, она была приведена в порядок и тоже с помпой открыта. Все, что делает сегодняшняя городская власть, делается похабно, даже за большие деньги, большую часть из которых они воруют, они не могут сделать ничего нормального. И ведь арка на Лонжероне все вовсе не ограничивается. Халатный ремонт Потемкинской лестницы, убийственный ремонт моста Коцебу, вечное несуществующее благоустройство трассы здоровья, велотекущий ремонт пересыпи улицы Преображенской. Чувствуете тенденцию? Сколько еще эта власть нас будет иметь? Под предлогами ремонтов и благоустройства они нас не только грабят, они убивают Одессу.